На стадионе «Текстильщик под палящим солнцем» прошел муниципальный этап летнего фестиваля комплекса ГТО. В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов. Мы делаем все для того, чтобы у ребят была потребность к двигательной активности, и в том числе, чтобы их результаты они могли проявить на выполнение нормативов ГТО. То есть ГТО – это уже финал. Ребята показывают свои умения. А до этого они проделывают большой путь по подготовке и по тренировке. Состязания, по сути, школьные. Участникам от 11 до 15 лет. Всего 6 обязательных испытаний. Среди них спринт, бег на длинные дистанции, упражнения на гибкость, прыжки в длину. Подтягивания, отжимания, пресс. Дальше не помню все, что. Но самое сложное – это, наверное, бег. Бег для ребят не только самое тяжелое испытание, но и самое честное. Результаты учитывает так называемая электронная отметка. Благодаря надежной системе из судейства полностью исключается человеческий фактор. То есть у каждого участника будет чип на руку и при пересечении финиша до тысячных долей секунды будет выдан результат. Причем станция на другом, ну по диаметру, значит на другом конце эллипса будет фиксировать, прошел ли он. То есть количество кругов тоже не надо считать. Состязания для ребят стали настоящим праздником спорта. Кто-то пришел защищать честь своей школы, а кто-то проверить свои возможности после долгого перерыва в тренировках. Я решился на это, потому что я занимался до этого борьбой. И как бы я сейчас не занимаюсь, и хочется узнать вообще, как это все изменилось. Но надеюсь на любой значок. Этот этап фестиваля отборочные ребята, показавшие лучшие результаты, отправятся на региональные состязания, на которых определят победителей. Лучшие, кроме возможности стать обладателем знака отличия, получат счастливый билет в Артек. Именно там пройдут уже всероссийские соревнования. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.